Но не отсюда ли, не от церкви ли преподобной стойны, черпала Ванга свою силу? Разве может быть случайностью, что обе провидицы приехали, так или иначе, в эту местность, и одна поселилась, а другая каждую неделю приходила к этому странному энергетическому потоку? Если встать около камня с орлом, закрыть глаза и попросить Бога о чем-то, а потом открыть глаза, ступить на плиту босыми ногами и повторить желание, есть верный признак того, что желание сбудется. Икона Спасителя как бы моргнет в знак согласия с молитвой. В этой комнате 2 на 2 метра, находящейся внутри храма, и жила преподобная стойна. После нее на этой кровати ночевали только два человека – Ванга и Людмила Ким. Многие, как гласит легенда, и не могут вынести того энергетического потока, который пронизвует пространство церкви. Кстати, распорядитель монастыря, или по-болгарски урядник, появился на свет тоже, благодаря Ванге. Моей маме, у нее много лет не было детей, у нее 4 раза умирали дети, и с 5 раза она пошла к тете Ванге. И та ей сказала, что делать. И я родился на белом свете. И уже 53 года я живой и здоровый. Тетя Ванга меня очень любила. Я почти каждый день с понедельника по пятницу проходил мимо нее со школьной сумкой. И она, в благодарность, что я ее посещаю, мне давала шоколадку каждый день. А тогда шоколад был в дефиците, и дети очень радовались. И мать, и отец Пантелея Тренева тоже были смотрителями монастыря. В те времена, когда коммунистический режим практически запрещал церковь, Ванга при помощи Людмилы Живковой, дочери первого секретаря Компартии Болгарии, смогла добиться того, чтобы храм хоть минимально, но вернули к жизни. Очистили от грязи, выделили средства на содержание распорядителя. Правда, службы здесь не идут и по сей день, а ведь сама церковь уникальна. Это уникальный, единственный в мире иконостас. А это изображение обнаженной женщины вряд ли вы найдете подобное в православной церкви. Многословы историки спорят, но как и почему здесь именно такое изображение – загадка. А это дерево, оно по опыту многих и по мнению Ванги, излечивает от бесплодия. Нужно только сесть на качели, на которых когда-то качалась сама Ванга, и 15 минут не думать ни о чем плохом, прося Бога о ребенке. Это дерево существует с тех пор, как существует Болгария, с 1295 года. В 2003 году его исследовали и установили с точностью, что оно действительно того года. Тетя Ванга приходила на три часа. Ей застилали маленький ковер, и она стояла здесь. Есть поверье, что оно заряжает тело человека энергией. Эти качели, чтобы отдыхали и качались люди для здоровья и для рождения детей. Случайно ли это место выбрала Ванга? Скорее всего, нет. Но Болгария вообще богата странными местами, излучающими непонятную энергию. Продолжение следует...